18 марта Краматорский городской суд изменил меру пресечения Александру Ружанскому. Напомним, что бывший сотрудник военной службы правопорядка обнаружил, что главный прокурор АТО Константин Кулик является владельцем недвижимости и другого имущества, стоимость которого не соответствует зарплате прокурора. Ружанского взяли под стражу после того, как он опубликовал результаты своего расследования. Его обвиняют в хулиганстве с применением оружия. После рассмотрения ходатайств, которые были поданы его адвокатами, суд принял решение сменить содержание под стражей на круглосуточный домашний арест. Ухвала про застесувание запомежного захода в честь не преподняет свою дею и обовиски скасовываются. Ухвала, что до застесувания запомежного захода в виде домашнего ареста подлягает негальному выполнению после его оголошения. Ухвалу передать для выполнения органов внутренних справ за месяцем проживания подозренного гражданства. Ухвала оскажениях не подлягает. Судья-підпис. Сидайте всі. Слава Україні! Дорога вам! Как говорит сам Александр, несмотря на все, что ему пришлось испытать, он не прекратит свое расследование и приложит усилия для того, чтобы довести его до логического конца. Надо пару дней отдохнуть. Конечно, буду расследование продолжать. Конечно, буду добиваться того, чтобы работники военной прокуратуры, которые исполняли преступные приказы, понесли, как я уже говорил, заслуженное наказание и за превышение полномочий работников правоохранительных органов. Будем бороться. Бросать это не будем. Я не тот человек, вы видели, наверное, заметили, чтобы вот так взять и остановиться. На полпути только потому, что меня отпустили, правда, под домашний арест. Я считаю, что судья Михальченко приняла правильное решение, освободив Ружанского с СИЗО-6 под домашний арест. Я думаю, что это стоило судья, наверное, мужества, так как дело здесь резонансное, нашумевшее. И, несмотря, мне кажется, на давление со стороны правоохранительных органов, она приняла правильное решение. Следующее заседание 30 марта в 13.00 в Краматорском городском суде будут вызваны и допрошены свидетели по данному делу. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова